Что такое армия, не на словах, а на деле. Уже успел узнать рядовой Александр Маркевич. Молодой человек признается, порой бывает непросто. Однако отступать перед сложностями не в характере военнослужащих войсковой части 55-26. А потому новобранец уверен, что со всеми преградами, которые будут вставать на пути, и он, и его сослуживцы обязательно справятся. Ожидания, скажем так, которые были, они в принципе оправдались. Были кое-какие моменты, которые стали неожиданностью, скажем так. Но в основном все, что я себе представляла в военной службе, оно подтвердилось, когда я попал в часть. Я уверен, что у нас все получится, никаких не будет накладок, и все получится у нас хорошо. Список задач, которые призваны решать бойцы войсковой части 55-26, широк и требует особой подготовки. Охрана общественного правопорядка, обеспечение безопасности граждан при проведении массовых мероприятий, выполнение судебного и встречного конвоирования. Все это входит в круг обязанностей военнослужащих специального милицейского батальона. По словам представителей командования, перед новобранцами стоят сложные и очень ответственные задачи. Но сомнений в возможностях молодого пополнения и успешности их службы нет. Специфическая служба. Да не просто взять автомат и идти стрелять. Тут надо еще с людьми работать. Поэтому, соответственно, мы смотрим, что человек мог нормально говорить, нормальная речь у него была поставлена, дикция. Конечно, достаточно сложный и кропотливый труд, чтобы отобрать достойных воинов. Я горжусь этими воинами, считаю, что они достойные, молодцы. Думаю, нас не подведут. Слова клятвы на священной земле Брестской крепости на минувшей неделе произнесли около 50 человек. По традиции, рядом с новобранцами в этот знаковый день не только командиры и сослуживцы. Родные и друзья также обязательно приезжают поддержать солдат. И непременно испытать чувство гордости в тот момент, когда родной человек становится на защиту мира, покоя и благополучия родной земли. Очень трудно словами передать все эти чувства, которые переполняют меня как мать новобранца. На самом деле, прежде всего, это тревога. Что их ожидает впереди? И рядом с этим чувством чувство гордости. Гордости за то, что мой сын сегодня стоит в ряду новобранцев и готов присягать нашему Отечеству на верную службу. Потому что считаю, что все-таки служба в армии – это почетная миссия каждого мужчины. И я надеюсь, что именно в этой наковальне ребята обретут все необходимые мужские качества и вернутся домой живыми, здоровыми, возможавшими. А мы их будем ждать. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».